Продолжение следует... Мы снова будем с вами разбирать посылочку с пряжей и знакомиться с какими-то новыми моточками, очень интересными, а еще клевыми новыми спицами. И вот я уже наспойлерила, и поэтому уже не будет не так интересно, но все равно поехали. Так как мы с вами находимся в рубрике Ярн Тест, это значит, что у этого видео есть спонсор. В общем-то, его посылочку мы сегодня и разбираем. И наш уже не новый спонсор, но очень любимый, это, конечно же, Дом Пряжи. Дом Пряжи – это наш верный товарищ, который предлагает нам пряжу по оптовым ценам, упаковками, а также различные аксессуары, материалы для вязания, быстрая доставка, удобный сайт. И все, что вам бы хотелось бы, находится тут под видео, по ссылочке, а также скидочка 5%. Так что пользуйтесь и покупайте пряжу. Год уже пошел, пора начинать новые проекты. Это моя посылочка, очень похожа на ту, что мы разбирали буквально совсем недавно. Я не знаю, как так получилось, что я заказала две практически одинаковые посылки. Единственное, чем они отличаются, это спицами. Давайте с них и начнем. Это спицы номер 12. Это мои первые спицы номер 12. Это мои первые спицы металлические. И не первые спицы нет-про. По-моему, мои деревянные спицы тоже нет-про. Это металлические спицы. Они внутри половые. Я думаю, я сойду с ума от этих звуков, когда буду вязать. Я не очень люблю металлические спицы, но деревянных я таких не видела. 12-миллиметровых, вот нашла только металлические, пусть будут. Этими спицами классно вязать объемные, любимые мои вещички, пледики и все такое прочее. Что-нибудь я ими обязательно свяжу и потом поделюсь своими впечатлениями, потому что пока они двоякие. Я не уверена, что металлические спицы круче деревянных. Мне кажется, нет ничего круче деревянных спиц. Вот крючки я предпочитаю металлические. Они действительно более удобные такие. Не знаю, больше мне нравятся. Но спицы я всегда вязала деревянными спицами и они мне нравятся больше. Нет, я пробовала вязать металлическими и мне это не очень понравилось. Я все-таки за дерево. Но, в общем, попробуем. Это надо на практике. Пока мне нравится, что это мои самые толстые спицы в наборе. Пока у меня таких еще не было. Я уже прикупила себе пряжу с махером. Она такая пушистенькая, цвета типа пыльная роза и марки Nako. А тут у меня пришла Ализа. Ализа Ангора Голд. По ощущениям, ну, прям очень похоже на Нако Ангора чего-то там. И состав у нее приблизительно, по-моему, такой же. 80 акрил и 20 шерсть. Нет, там еще был махер прям в составе, а здесь просто шерсть. Ну, может быть, она чуть-чуть пожестче. Я не знаю. Но так как я ту пряжу дала попробовать маме, хочу, чтобы она тоже что-нибудь себе связала из нее. Я не знаю, правда, как быстро она свяжет. Мне кажется, я успею перевязать все свои упаковки, пока она там свяжет себе одну кофту. Ну, просто потому что у нее немножко другие интересы. Вот. Ну, а я попробую вот эту пряжу. Она такого приятного... Пис... сочи... нет. Кофе с молоком? Нет. Какого-то золотого прям цвета. Она прям поблескивает даже. Я бы хотела бы из нее связать какую-нибудь кофту большими спицами. То есть, буквально в пару ниток, но крупными спицами, чтобы она была такая дырявенькая, но при этом тепленькая. Мне кажется, получилась бы вообще бомба. Короче, я как свяжу, я вам обязательно расскажу, поделюсь описанием. В общем, ждите пушистую кофточку цвета золота. У меня целая упаковка, 5 мотков. Как я сказала, 80 акрил, 20 шерсть, 100 грамм, 550 метров. Пряжа тоненькая, но я думаю... Но она очень такая пушистая, я думаю, это видно. Она не супер-мега-мягкая. Это вам не шелк с махером. Тут, конечно, такое себе, такое жестковатенькое немножко. Но мне нормально, я люблю такую пряжу. Очень хочу ее уже опробовать. Скорее всего, она у меня даже будет, наверное, следующая на очереди после ковра. И еще целых две упаковки пряжи у меня тут есть. Очень толстенькой и пухленькой. Очень приятного темного шоколада цвета. Это толстая пряжа, 100 грамм на 65 метров. То есть вы понимаете, что это спицы номер... 9, 8... Булки написано здесь. На самом деле балки. Я всегда говорю булки, а в реале это балки. Но булки же круче. Булки. Так, телефон пиликает. У меня нет входящих сообщений, а я продолжаю вам вещать. Что это за новая пряжа? От троицкой фабрики. Я на самом деле в приятном шоке. Я вам говорила, что я хочу попробовать русские марки. Я как раз это говорила при прошлой посылке, в которой мне не понравилась пряжа. А вот это, ну прям классная мне. Она прям очень нравится. Она на ощупь практически неотличима от моих любимых марок. Ализе, или Ярна Арт, Мерина Булки. Всякие вот эти, потому что она прям мягкая-мягкая. И акрил практически неощутим. Называется Айсти Бай Троицк Ярн Лана Грейс Гранж. Состав. 25% Мериносовая шерсть, 75% Акрил Супер Софт. Ну вот, наверное, вот из-за того, что он супер софт, он и классный такой на ощупь. И его практически не ощущается. Пряжа мне очень нравится. Она помимо того, что толстая, она супер мягкая. Прямо это мой кардиган. Вот, ребята, это мой кардиган. Причем, наверное, именно мой. Написано, произведено по итальянской технологии. Аст, Айсти, Асти, не знаю. Цвет коричневый, 3806. Сделано в России. Давайте поддержим отечественного производителя. Слушайте, ну это очень хорошая замена турецкой пряжи. Если у нас опять будут какие-нибудь проблемы с поставками турецкой пряжи, у нас есть из чего вязать. Я взяла толстенькую. По-моему, там есть еще варианты более тонкой пряжи, чем эта. То есть это, сами понимаете, 100 метров, ой, 65 метров, 100 граммов. Это, ну как бы такая прям толстая, толстая. Даже толще, чем я плед вязала. То есть здесь в одну ниточку получится хороший пухлый кардиган. Вы можете пройти по ссылочке и посмотреть вот эту новенькую пряжу, попробовать ее мне, она реально нравится. В доме пряжи поставляют упаковками. То есть ты сразу там видишь ценник за упаковку, за 5 штук. Я купила себе 10. Хочу сделать кардиган. Вот именно себе. Вот именно вот этого великолепного шоколадного цвета. Потому что пока все, что я навязала, я все продаю на сторону. Вот и вся моя посылка, вот и вся моя пряжа. Теперь вы знаете, что от меня ждать в ближайшее время. То есть от меня как минимум 2 описания вы в скором времени получите. Это что-то пушистенькое и что-то объемненькое. Объемненький кардиганчик и пушистенькая ковтюля. Очень хочу уже приступить к вязанию. Поэтому, наверное, на этом я и завершу свое видео. Спасибо вам за просмотр. Пользуйтесь ссылочкой под видео. Магазинчик отличный. Очень быстро поставляют пряжу. Отправляют ее буквально в следующий, в этот же день. И буквально через пару дней вы получаете уже свою посылочку. В общем, все очень удачно и удобно. Поэтому пользуйтесь, вяжите и напишите мне что-ли под видео, что вы вяжете прямо сейчас и что бы вы еще хотели связать в ближайшее время. Мне было бы очень интересно почитать. Спасибо всем большое за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok